Всем привет! Это полный обзор Samsung Galaxy S6 и S6 Edge и их сравнение. По сути своей это два идентичных устройства и разница лишь в изогнутом инновационном экране, который установлен в Edge. Поэтому говорить о них по отдельности нет никакого смысла, вот сравнить можно. S6 выполнен из качественных материалов, в основном это стекло и металл. Спереди и сзади телефон покрыт стеклом Gorilla Glass 4. Это красиво смотрится, но есть в этом и свои минусы. Во-первых, телефон однозначно легче разбить, чем прошлогодний S5 из пластика. Но стекло на самом деле настолько прочное, что сделать это трудно, уронив устройство даже на асфальт. Боковая рамка сделана из алюминия, а не стали, как многие надеялись. Это не такая уж и большая претензия, но при падении корпус отлично сохраняет все вмятины и царапины. Что касается внешнего вида, то да, выглядит телефон премиально, хотя дизайн отчетливо слизан с iPhone 6. И этого не скрыть. Нижняя часть корпуса вообще практически один в один повторяет iPhone. Там и вход для наушников, и один единственный динамик. Кстати, динамик очень неплохой и громкий, но один и хорошо прикрывается рукой, поэтому скопировать это у iPhone было не самой лучшей идеей Samsung. Еще одна не самая приятная вещь – выступающая камера. Не то, чтобы это супер критично, но когда телефон лежит на столе, то при печатании он постоянно наклоняется, то туда, то сюда. К тому же корпус больше не разборный, отсутствует разъем для SD-карточки, а для Samsung это однозначно серьезный шаг. Но все же для всех жаждущих есть версии на 64 и 128 гигабайт. Перейдем к фишкам железа и софта. Сканер отпечатков пальцев, он наконец работает нормально. Нужно просто приложить палец и все. Работает, правда, хорошо, но все равно далеко не Touch ID от Apple и даже не сканер Meizu MX4 Pro. Срабатывает не так быстро и примерно в 8 из 10 случаев. Как и все устройства Samsung, S6 не стал исключением. Здесь используется механическая кнопка Home и сенсорные клавиши управления по краям. Естественно, на вкус и цвет. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но факт, что в играх или при просмотре фильмов ладонью постоянно нажимаешь на эти кнопки, остается фактом – это неудобно. Печально еще и то, что в Samsung решили, что отключать подсветку этих сенсорных клавиш вовсе не нужно больше. Поэтому убрали соответствующий пункт в настройках. И в темноте яркий свет от кнопок сильно режет глаза. Теперь TouchWiz. Смартфон работает под управлением Android 5.0.2, но многое переделано на свой лад. TouchWiz действительно стал намного лучше. Эта смесь корейского видения и материал-дизайн удалили практически все ненужные приложения и оставили только самое необходимое. Есть и в TouchWiz свои приятные вещи. Например, в меню приложений можно создавать папки. Или все открытые приложения можно закрыть всего одной кнопкой. Среди местных приложений очень выделяется музыка. Сделано просто и очень комфортное в работе. То же самое можно сказать и про календарь. А еще на приложениях показывается количество непросмотренных уведомлений, как в iOS. Глупости тоже есть. Например, позаимствованный эффект Parallax у iPhone. Ну, прикольно, а зачем? Совсем бесполезно. Или вот своя шторка с уведомлениями. Непонятная и во многом неказистая. Почему нельзя было оставить шторку от головы лолипоп, неясно. Хотя в целом система работает очень быстро. Приложения открываются моментально, фризы бывают, но очень редко. Это уже не тот Samsung, что был год назад. Это действительно практически идеально работающий смартфон. Но обольщаться все равно не стоит. Система быстрая, но работает не быстрее даже Nexus 5. Что уж там говорить про Nexus 6. Galaxy S6 без преувеличения имеет лучший на сегодняшний день дисплей. При диагонали 5,1 дюйма он обладает Quad HD разрешением, поэтому Pentile здесь обнаружить практически невозможно. К тому же это Super AMOLED, а значит в настройках можно подстроить дисплей под себя. Внутри устройства установлен чип собственной разработки Exynos 7420. Выполненный по 14 нанометровому процессу. А еще 3 гигабайта оперативной памяти типа LPDDR4. Это очень быстрая оперативка. Именно поэтому в Antutu телефон выдает сумасшедшие 70 тысяч баллов. Кстати, странно, но у S6 Edge количество очков чуть больше, чем у простого S6. К слову, на Snapdragon 810 S6 не будет вообще. А почему? А потому что 810 греется. У нового Exynos такого нет. Даже если включить тяжелую игру, по нагреву корпуса нельзя сказать, что горячо. Так тепло. Теперь о печальном. Батарея. S6 имеет аккумулятор объемом 2600 мАч. У Edge 2550. Этого при самом выигрышном сценарии хватает максимум на полный день работы. А при обычной загрузке телефон не доживает и до 9 вечера. И крана хватает в среднем на 3-4 часа, не больше. Кстати, Galaxy S6 имеет встроенную беспроводную зарядку. И отдельно можно докупить очень симпатичный фирменный Qi-зарядник. Он удобный, он неплохо выглядит, с резиновыми вставками, но при малейших наклонах S6 с удовольствием с него падает. Да и вообще смартфон очень скользкий. Не в руке, а именно на плоских поверхностях. Это большой недостаток такого красивого корпуса. Зато обычная S6 очень хорошо лежит в руке, в отличие от Edge-версии. Она довольно сильно режет руку из-за острых краев. Да и брать со стола его крайне затруднительно. Хотя кому-то так удобнее, вроде как хват крепче. Помимо изогнутого экрана, S6 Edge имеет ряд интересных фишек. Например, лежа экраном вниз, при входящем звонке от избранного контакта, он будет вот так красиво переливаться. Причем цвета могут быть разными, в зависимости от того, какой цвет вы сами поставили на тот или иной контакт. Еще две уникальные вещи. Это меню избранных контактов, которое можно вызвать свайпом из правого края экрана. И если у вас есть пропущенный вызов, то такой же свайп, но уже с середины края, вызывает симпатичную тянучку, где находится вся информация о пропущенном вызове. Все это выглядит, конечно, интересно, но, как обычно, о таких полезных функциях сразу же забываешь на второй день использования. Потому что бесполезно. Отдельно хочется сказать о другом минусе S6 и S6 Edge. Это не самая лучшая связь. К качеству голоса претензий-то нет, а вот сеть смартфоны ловит не так хорошо, как хотелось бы. Там, где iPhone 6 или Nexus 6 ловят по 5 палок 4G, у S6 всего 3 палки. Но хватит о недостатках, поговорим лучше о достоинствах. И главное достоинство обоих устройств – это камера. Ее смело можно назвать одной из самых лучших, если не самой лучшей камерой в мобильных устройствах в середине 2015 года. Во-первых, это очень удобное приложение, которое в сравнении с S5 сильно переработали. Оно стало намного проще, большинство ненужных настроек просто убрали. К тому же камера запускается двойным тапом из любого места. Из заблокированного состояния тоже. Просто и реально работает. Фотографии у S6 получаются шикарными, особенно в дневное время суток. Фотки на новой Galaxy – это отличная резкость, глубина цвета очень близка к зеркалкам. Плюсом оптика здесь довольно широкая, поэтому в кадр влезает больше. К тому же камера светосильная, число диафрагмы 1,9. Поэтому и вечером, и ночью снимки получаются с малым количеством шума. Стоит отметить и HDR-съемку. Она работает очень быстро, в режиме реального времени. И действительно, HDR-устройство делает быстрее всех сейчас. Пожалуй, реальный конкурент S6 сегодня только LG G4, который умеет делать снимки в формате RAW. Но уже известно, что с обновлением Android 5.1 S6 также научится снимать в RAW. Относительно видео претензий тоже нет. Все очень резко, возможность снимать 4К видео, есть HDR-съемка. А Full HD можно еще и в 60 кадров писать. Фронтальная камера обновилась. Она все еще широкоугольная, качество у снимков тоже прекрасное. Есть удобная фишка – можно фотографировать нажатием на вспышку. Телефон реагирует и мгновенно делает фотку. Цены. В России обычный Galaxy S6 стоит примерно от 35 тысяч рублей за версию на 32 гигабайта. Модель с двумя симой памятью на 64 гигабайта стоит уже от 40 тысяч. Продается устройство в четырех цветах – черный, золотой, белый и голубой. Теперь S6 Edge. Модель на 32 гига обойдется от 45 тысяч. Это вариант в трех цветах – черный, белый и золотой. Есть также зеленая эксклюзивная модель на 128 гигабайт. Она стоит целых 90 тысяч рублей, но имеет расширенную гарантию и комплект. И всего для России таких заготовлено тысяча штук. Но это не все. Исключительно для Южной Кореи и Китая существует красная версия S6 Edge с логотипом железного человека на задней стороне. Это также лимитированная версия на тысячу штук со специальной коробкой и со специальным зарядником в виде реактора, питающего костюм Айронмена. В общем, штука классная. В Корее такая железка стоит миллион двести тысяч вон, что в пересчете на рубли составляет всего 60 тысяч. Но все уже давно раскупили, естественно. Помимо этого, отдельно продается беспроводная зарядка, как с железным человеком, но с логотипом Капитана Америки уже. Но даже это еще не все. Самый редкий Edge продавался в Лондоне в магазине Хэротс за 1150 фунтов стерлингов, где-то 100 тысяч рублей. Это 128-гиговый платиновый S6 Edge, но платина там стоит самая настоящая. Таких в миру всего 500 штук. Итак, мы имеем два уникальных быстрых и красивых устройства. Что выбрать? Естественно, каждый для себя решает сам. Но стоит учитывать, что у S6 Edge помимо изогнутого дисплея из серьезных преимуществ нет ничего. Да и такое уж преимущество ли этот изогнутый дисплей? Большинству будет по нраву обычный S6, так как и стоит дешевле, и по большому счету в руке лежит действительно удобнее. Но опять же на вкус и цвет. Но несмотря на все недостатки, S6 и S6 Edge имеют множество достоинств. И как ни крути, оба телефона это лучшее, что сделала Samsung на сегодняшний день. И видимо дальше будет еще лучше. А это замечательно. Субтитры сделал DimaTorzok